но это все видите и еще раз повторю в науке же как есть гипотеза вот есть процесс доказательства этой гипотезы и тогда она превращается в определенные научный факт вот мы сейчас идем на этапе попова по шашлыку мы идем на этапе доказательства гипотезы я почему всегда пугаюсь политизации этого вопроса я боюсь что эмоции и политизации просто не дадут историкам работать да это фактор который будет мешать он уже мешает потому что почему скажем сейчас идет процесс вот этой вот скажем снятия грефов секретности да почему он затормаживает сейчас потому что очень большой общественные резонанса если бы общественный резонанс был бы меньше эмоции если было бы меньше если бы политические деятелей своей политической борьбе внутренней эту тему меньше использовали бы процесс рассекречивания архивов пошел бы быстрее ну может в этом плане вот в этом плане политизации профессиональным историкам мешает ярко нам анжолыч вот я очень рад что вот есть такая статья независимость превыше всего действительно мы вот как первая задача это была наша политическая юридическая институционализация да вот то что от первого ильбасы четко обозначил три скажем так вот получается стадии политической институционализации мы преуспели от декларации государства суверенитете до членства совете безопасности значит вторая получается экономическая да получается наша институционализация вот в борьбе над независимостью мы решили задачи скажем так создали рабочие места обеспечили там валы внутренний проход доход получается да мы создали резервы вот обеспечили там валюту устойчивость более-менее абсолютно да и стал вопрос третий уже получается о геокультурном самоопределении вот и это третья волна получается нашего духовной модернизации вот и здесь мы действительно должны ответить на вопрос о своей идентичности не только своей вот чтобы иметь как систему координат вот и тут действительно вопрос стал не только получается о фактах я методологии потому что любой факт становится фактом только в свете той или иной методологии и по большому счету вот в профессиональном сообществе я хочу вот отдать должное и зябеку ему ханчу кабульдинову да и баркуту гельмчу айагану и ярко на желчи здесь присутствующую и амаджолу кузимбаеву да вот получается известным историков которые написали книги написали учебники да вот они не так популярны так растиражит но по сути дела для общества необходим ответ уже пригод обозначен и что меня скажем так вот удовлетворяет то что подходы современные методологические да вот именно есть же такое понятие вот томас кун вел структуру научных революций о том что вот ньютон-кантианская картина мира которая до 20 века как бы доминировал да потом получается после второй научно промышленной революции научно-техническая там пошел там структурно-функциональный подход там нормерт вейнер 8 год классическая да вот а сейчас уже как вот концу там 20 века набрал авторитет уже вот теория открытых систем не лиги динамических скажем тогда там пригожен стенгерс там до этого там бета-ланфи да вот то есть когда марс на обществах неравновесную динамическую систему и вот ирка наманжолыч автор книги история синергетика еще в прошлом веке выпущены в общем то да вот когда мы там 25 лет тому назад об этом как бы беседовали читали того же там пригожина порядок из хаоса да хайка там другие хакина и вот теперь что получается то есть в профессиональном кругу эти и я как методологии предложены вот и мы сейчас готовы как бы интерпретировать как бы в категориях получается самоорганизация открытых систем то что мы несмотря на может быть какие-то перипетии там политической конъюнктуры хозяйства логистической тем не менее вот ту идеологическую традицию воспитания тут цивилизационную традицию тюрко-мусульманской культуры в которой сформировался скажем в том числе и казахский народ в том числе казах и это было скажем так процесс начался еще в конце первого тысячелетия но к 13 14 века он принципе уже вот практически завершился не только идеологически но и там на морфологическом уровне как вот из могулов у реки как бы доказывать там и днк там работа же свыка в общем-то подтверждает дать еще и самое главное это подтверждает как бы историческая память эпосы потому что вот тот же самый крыму корма тары да вот скажем так цикл большой там да он начинается сан шибай уже к слой кручим-то обозначился забыли до аншибай это период исторический деятель реальной фигуры 13 века и вот получается вся эта линия повествования она идет там до 17 века там до периода там армамед би ольгин де да то есть все это четко дополняется да совсем все эти персонажи они один друг и и самое главное в чем она цена эта историческая память да там же стоит вопрос не хронология как таковой важный там вопрос этического выбора там кто как бы является близким на кого равняться кто то что учителями являясь таких как асан хайжы например да что правительные такие как от женибек это образы на которые надо равняться да что наши там оппонент это хазалбаши да хазалбаши ну вот надо же объяснять у нас немногие историки знают что у рафидитов есть такое шиитское течение да никогда газе отправляется на войну там смертники да они 12 этих вот в честь 12 мав алые полоски так на челму как бы привязывают их потом в дороге на заливку зубаш вот это как бы первый враг до 2 там халмак вот есть объяснение дремова там сабитова о том что халмак это вот то есть казахик тюрко-мусульманский народ как бы на прямом пути вот сератор мусульманский туражу расхода получается а арта калган получат халмак халмак это вот тюрко-монгольский не примкнувши но это такие же тюрки и там переводчика не требуется как облах атаку всего голдан цирена да это по сути дела каких-то вопросов они сообща воюют против тела шуршутов например на или там против кого-то другого даже даже казахские ханы союзе с одними когда нужно было преодолевать ересь внутреннюю которая появилась скажем так вот в самом казахском обществе там турсун когда вот это все движение там когда вот то есть когда в истребление катаганов до истребление на произошло получается поэтому но вот это конечно отдельная тема там реформы симхана и когда везут же то так как вот принцип как бы бийская революция там многое там много интересно казахской истории есть еще один момент который я обязательно хочу вот тоже вот на этом акцентировать внимание у нас историю великой степи историю кочевников в кавычках кочевников надо воспринимать как историю постоянного развития всем по всем линиям поле не материальной культуры по линии политической культуры по линии духовный культур у нас до другой линейное развитие развитие нет не всегда линейный но развитие да у нас в общественном сознании и в этом вина и школьных учебников в этом вина есть отдельных историков у нас присутствует такой вот миф о идентичности скажем космос них ранних кочевников скажем саков и поздних кочевников казахов у нас чуть ли не рисуют там те же саков представляет да вот такие же казахов только вот со странной значит острой шапкой я видел картинку где-то юрта перед юрта сидит классический казах у него в руках пиала он сидит значит такой вот позе единственное что его от казаха отличает это вот остроконечная шапка и написано что садский воин но на самом деле на самом деле это миф потому что общество все время меняла конечно тот же самый скажем к гранат там гуннов по политической культуре своей очень сильно отличался вот поздних скажем от тюрского чингисхановский когда она отличался свою очередь тоже от тюрского материальной культуре и самое главное даже сама система влага да 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 по системе управления системе управления это было постоянное развитие потому что какие-то новые элементы входили что-то отходил что-то отходило менялись да да даже вот основа сама основа вот власти материальная основа власти меня где-то были 10 лет данические там как у тех же буннов исключительно там на основе данических может выпал просто плохо знаю тоже такой вариант можно тюрки это контроль торговых путей это прям кардинально революция как венеция это торговая империя грубо говоря но тюрков золотая рда а вот и через крана него это уже классическая больше классическое государство с взиманием налогов до перепись населения то есть это дело производства это уже другой уровень он намного выше чем тюрский когда на хотя общее как бы сохранялась традиция но она все время обновлялась казахского ханства да они говорят мы нигде слова казахские ханы не употребляют сами казахские ханы ну конечно это это экзо назови их к зато экзо термин это я где такое название их их снаружи называли казахскими за глаза только за глаза да не посмели бы в присутствии они себя казахскими ханами не называли потому что косым хан он был о том а кто карту он был владелец владелец золотого трона и тогда да и белой орды потому что он себя воспринимал как прямой непосредственно наследник чингисхана он владелец всего улуса джучи там даже те казахские ханы которые владели даже там не не третью и не четвертью казахстана они все равно именовали себя именно наследниками престола джучи они именовали себя владельцами золотого трона вот так иерархия но мы вот этот и 100 этот промежуток почему-то казахское ханство да и казахские ханы у нас до сих пор тех же школьных учебников до освещаются по-старому по-старому делается акцент на каких-то отдельных военных акциях вот хотя например казахское ханство времен косым хана и казахское ханство времен толке это два разных политических института до абсолютно раз принципиально разная организация потому что какие-то элементы развивались политические политические системы какие-то элементы политические системы деградировали это надо прямо признавать потому что весь период казахского ханства это постоянная попытка политической системы вот этой вот сформировавшись в 13 веке на еще это постоянная попытка приспособиться все время ухудшающимся внешним условия вызов то много да 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 это ответы и во многом скажем вот во времена вот после облаха на происходит вот реальный происходит деградация да даже при облах они начинают при облах они начинают и вот скажем период в конца конец 18 середины 19 века ликвидация ханской власти происходит не столько вследствие влияния россии там завоевание территории сколько мне кажется наоборот завоевание россии происходит благодаря деградации власти ослабление потому что определенный период времени россия не имела возможности и силы глубже там 50 или 150 километров в степи оказывать свое влияние до конца 19 века ну так дать до сороковых годов и 40 на канала желчи и во многом и во многом да я уже закончу эту мысль и во многом проводниками и же колониальной политики казахстана в россии стали сами казахский суд который не просто там как вот у нас иногда представляется под грузом обстоятельств вынуждены были идти на поклон там предположим курс на генерал губернатора которые приглашали говорили откройте в моих владениях внешний округ потому что вот этому хану вот этому султану вы открыли внешний округ он там теперь себя ханом называет вот вот отряд казаков туда-сюда против своих врагов используют вы ему ленту подарили а медаль ему подарили а мне нет а меня вот эти вот нехорошие кочевники не слушаются мне тоже откройте округ пришлите тоже сотню казаков я тоже буду своих этих внутренних врагов называть что они якобы бутылевщики против другого царя и тоже там буду казаков используют полная деградация деградации институтов именно института власти они во многом вот это проникновение россии они облегчили в казахстан и проводниками именно были в том числе и представители казахской политической элиты здесь происходит определенно такой если скажем мы видим скажем 18 веке да мы видим определенное единство материн и даже вот когда по вопросу там зови с называемым принятие подданства во время бухаер мы раскол видим да да но это раскол по тактике в основном внутренней потому что это никто не воспринимал это действительно как вхождение там состав российский утрата независим до утрата на недавно года три-четыре назад письма и пистолет наследия письма там скажем нет после этого еще было опубликовано письма китайскому императору ответы там на вопросы видимо были когда нуралы там пишет что да вот средний жуз мы с ними отдельно живем они отдельно от нас живут вот но мы друг другом там не особо общаемся но если враг придет то мы все вместе объединяемся то есть там хотя сейчас принято говорить что нация формируется только индустриальную эпоху но здесь мы видим политической системы уже общая политическая система самосознание то есть мы казахи да где-то вот эти вот средний жуз там живет я не очень хорошо с его руководителем номинальных но если приходит внешний враг то мы все объединяемся и как он там пишет совокупно значит вместе выступаем но уже нету объединяющего единого хана как это было раз веке мы этого не видит да вот уже в 20 40 год 19 века мы этого не очень большие распри до деление на партии и во времена кенесары вот на это мало внимания обращает но это очень показательный факт во времена кенесары казахи начинает воевать с казахами когда вы гражданская война когда сражение если до этого антурин с одной стороны джан турин и вот это вот на улька яка когда сражение состоялось она уже фактически мы пишем что с русскими войсками сражения но 80 процентов русских войск оставляли казахи это один из первых фактов когда казахи действительно сошлись в большом сражении друг с другом ну это вообще брата убийственная война потому что страшно даже в 18 веке при самых серьезных разногласиях до вооруженного столкновения казаха друг другом не доходило потому что любое убийство казаха казахом это он очень большая проблема а если не дай бог это представители двух разных там крупных родов да это доходило до ханского суда а если туре если туре да там это там всего два или три факта мы все их истории знаем потому что это хаги беспрецедент беспрецедентные в памяти осталось ну да и в устной традиции поэтому эти вот за вот скажем то же самоубийство кубланда в жил ну да это вот казахи до сих пор об этом помню настолько это и припоминают да это легенда дату легенка живет это в эпос вошло настолько это такое событие а сороковый год 19 века это действительно деградация здесь ну понятно что были объективные причины это мы об этом должны тоже честно говорить правильно абсолютно хочу проиллюстрировать мысль иркина аманжолыча о том что шел процесс адаптации что это не было статичным это не было там костным каким-то образом там вот есть блестящая работа ожирали хирика из киндировича по поводу того как менялся та же самая юрта да вот потому что одно время увидим кабыки битки допуст полоски да получается но такая разборная юрта это появляется в поднем средневековье даже тогда поэтому это все блещащий как бы документирована работа селика ескендируч ажигали да то есть это материал культура в том числе если говорить оба и вы жили так называемых гуннских шатрах шатры до которые это по сути как винвамы у североамериканских народ шатров называли или ибан батута от узбекхана да когда там большая такая 40 быков везут повозку да там большой ханский шатер где проходится хутба пятничная для узбек хана получается да а жбек кто помнит эпос то леген встречает тоже бы когда она едет в киме кибитки то есть карете даже во время перекачевки и вот она она едет и вот есть работа ради категор галиева да где он как бы вот обозначает о том какие были экономические там мы рыночные условия в силу которых там те же самые бакенбай допустим да вот или там и сетта только вы становились проводниками там торговыми агентами скажем для русской промышленности понятно что там самовар допустим и там кастрюли и ножи скажем который промышленное производство там который производится уже в индустриальном 18 веке скажем так вот в российской империи да они были более конкурентоспособны чем допустим высококачественные может быть но кустарные изделия там те же бухарских или там пустим ферганских мастеров да или индийских мастеров да здесь сегодня тоже штампованные изделия они гораздо более конкурентоспособны чем вот эта ручная работа которая тоже пользуется спросом определенной части да ну не таким большими массовым как штампованные поэтому здесь как бы независимость имеют же не только там геокультурно-деологическое измерение она имеет том числе и хозяйственный экономик логистическое измерение имеете силовое измерение поэтому это такой многофактор многоспектный вопрос и вот поэтому как бы вот стадии в нашу получается пути к независимости да вот то что ильбасы как бы говорит да они ставят на повестку вопрос именно духовной медал идеологической получается модернизация с тем чтобы мы были адекватны вызовом геокультурного 21 века самоопределение идентичности то есть мы все-таки должны обозначить свою миссию до миссию как генератора евразийской стабильности потому что если например то мировые религии они там как-то стартуют на ближнем востоке там похуй перед то в равновесном состоянии они приходят не где-нибудь а в центральной азии вот где устраиваются связи мирных религий где находится какие-то более-менее ну равновесные решения до после столкновения до после там выяснение кто сильнее скажем кому лучше зимовки кому лучше джаля у кому лучше скажем так водопои да но так или иначе находится какие-то компромиссные решения потому что понимаете все же как приходили когда вот если говорить о средневековье до буддийские баксы допустим мусульманские шейхи там христианские проповедники вот с военной точки зрения тюркам противопоставить было ну нечего они всадники как с ним будешь воевать вот там не македонские не там нет ничего вопроса и практически не могли это эпизодически что-то могли решить но не больше тем более китайские почте но бесполезно там воевать с кочевниками вот в экономическом отношении контролировать все торговые пути логистические ну куда ты здесь шелковый путь проходит либо там южная ветка и северная ветка там если ты контролируешь это участок от хаджета до ташкента скажем все дают то ну что остается одно остается прийти каким-то образом обратить свою веру вот как-то там воздействовать на того или иного хана словом да ну это отдельная большая тема потому что вот это вот то что я говорил инклюзивность казахов да она же в целом можно говорить об инклюзивности кочевников во все периоды что они очень легко переваривали вот эти все у нас в казахском скажем в казахской культуре очень много скажем элементов буддийских по большому счету мы просто их переварили по-своему их осмыслили адаптировали адаптировали до примере фильтр тюрка мусульманской культуры мы пропустили что-то вошло в нашу быт в повседневность я вот статью писал о понятии скажем жил казахской да да буддийский термин да который гармонично вошел на сюда давайте подведем некоторые итоги очень хорошо поговорили вот и вот эта концепция это видение я думаю еще мы продолжим наш разговор в следующих встречах но как вы видите теперь реализацию вот этой не знаю концепции да какими путями как семитомник да как один из вариантов параллельно семитомник но здесь они можно его раскрыть что такое семитомник но это академическое издание где на сегодняшний день мы формулируем такую вот ну наверное как правильно не знаю даже как сказать официальные неофициальный взгляд на историю официально неофициально нет я просто перебираю официальный тоже наверное не не совсем правильно будет сказать ну можно так сказать концерт смысл да среди историков был еще вариант канонический нет канонический я боюсь всегда это немножко религиозный термин канона любви никакого быть не может но это такой вот результат определенного консенсуса историков на сегодняшний день потому что есть именно на этот день да потому что завтра может быть он изменит в любом случае наука развивается всегда будут какие-то новые источники будут новые методы применения фактов старых источников до новые факты новые теории новые какие-то до новые вообще скажем может быть теоретические и методологические решения вот и тогда будет время когда придется его переписывать но в любом случае мы сейчас хотим системное связанное такое изложение истории представить обществу мы сейчас говорим семитомник потому что условно говоря сейчас пока вот на семь томов разбили вот всю нашу историю богатую возможно будет больше это в процессе работы будет понятно пока мы остановились на 7 священное число для казах да мы это эргономично может быть и так мы где-то даже самые позитивистки настроены доктора наук внутри где-то все равно мистиками является это свойство человеческой психики мистика это не концепция это как подсознание и сейчас вот идет работа в каком плане сейчас определяется авторские коллективы сейчас определяется вот я вчера предложил надо создать редакционные коллеги прямо утвердить их нормативно и определиться вот со структурой этих учебников параллельно мы готовим общую концепцию вот как базовое содержание репрезентации истории то есть как мы ее будем рассматривать общее общую канву внутри понятно специально там уже будут каждый свою главу на специалисты будут писать потому что ни один историк не является специалистом во всех вопросах где-то ну самое быстрое три года этот цикл финансирование мне кажется это даже вы прям очень быстро это очень быстро да потому что все предыдущие писались дольше но это цикл финансирования сейчас ну и кроме того вот азамат говорил я говорю материал есть уже готов но отлично по многим по многим периодам по многим проблемам материал уже готов сейчас потому что была попытка написание вот 20-тонного издания материал готовился ну там что-то устарела конечно но не катастрофически там буквально 5-6 лет прошло есть каждый специалист по своему периоду есть свежие вот издание какие-то наработки это все безусловно войдет второе это краткая история это будет основана на той же общей концепции но в таком light вариант light варианте да тем более он будет переведен одновременно сразу на несколько языков это такая презентация нашей истории стороннего зрителя стороннего читателя внешне внешне она должна быть очень легкой да чтобы сторонний зарубежный читатель вот как потому что мы когда читаем у нас уже понятными для него понятиями термины когда поиски символа гастана читаем у нас уже есть определенную нам многие моменты объяснять не надо например да там а для читателя скажем зарубежного тем более которые не так вообще с казахстаном не контактировал для него да надо чтобы не было таких непонятных вещей чтобы он не задумывался что что это за джугар откуда не появились вдруг вот непонятно на 800 странице и не перегрузить это именами не перегрузить это датами а дать именно логику интересно вот вот логику исторического процесса и очень интересно 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 увлекательно поэтому да вы совершенно право это такая вот академическое издание light и четвертое направление это школьный учебник вот они наверное будут исходить уже из этого семитомника да они даже скорее будут исходить из концепции вот этого базового содержания потому что ждать еще три года пока мы семитомнику идеале было бы так самое хорошее в идеале до написать семитомник на его основе написать краткую историю и учебники это в идеале но ждать 45 лет мы не можем потому что критикуют учебники уже сегодня тогда они будут заролее параллельно далее не должны противоречить друг другу и судя по тому о чем мы сегодня с вами говорили они будут существенно отличаться от нынешних школьных учебников до принципиально принципиально по школьным учебникам мы хотим чтобы там было меньше фактических данных сейчас обсуждается вопрос минимума дат и минимума имен которые там должны быть нарратив чтобы не выйти за не перегрузить эти учебники ну по сути дела не совсем нужна информация вот и в то же время мы хотим чтобы они были именно учебник именно объясняли причина следственной связи нужны нужно формировать у детей мышление логичное почему на раз до ответ на вопросы почему чтобы мы давали к бы ответы на сама позиционирование титности именно в таком ключе да надо создать образ до образ фотографии фактология будем так это она сама по себе факты в отсутствие концепции они это не факт это просто сведения вот и здесь я вот должен поддержать как бертина манжолыча да потому что печальный опыт вот с 20 том ником да при том что много вот есть новых данных которые вводятся в оборот но в отсутствие концепции это не вас ну не получилось организовать в какой-то вот общий канвы не было это получится кайта вот но что получилось то получили не опубликовано не опубликовано да ну это фейл ну как бы без поражения тоже побед не бывает в общем-то да да это не получилось там но сейчас вот я беру маханочка бурдинов он человек на своем месте вот и вот это то что концепция разговор пошел то тоже его в общем-то не последнюю очередь инициатива вот но это назвало в обществе так или иначе да и нам нужно объяснение нам нужна миссия нам нужно целеполагающих как бы вот идея и когда ельбасы обозначил взгляд в прошлое да вот взгляд будущее до получать он задал поставил задачу перед профессиональным чехом историков где ответ где это все вот тоже заказ я но это необходимость это вопрос нас вообще история вопрос вот об истории как науки да где это вот академическая наука где это создание социального мифа где это выполнение заказа это отдельная очень большая тема да 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 мы об этом говорим вот это моя любимая тема потому что я в последние годы больше теории занимаюсь историей поэтому я вижу что и в обществе представление о том что история это наука и почему это наука они собрание там литературных и не очень литературных рассказов действительно о том что было возможно а может и не а может и не было на сегодняшний день вот школьный учебник он именно является вот таким вот сборником интересных и не всегда интересных рассказов сведений до сведений перенасыщены даты иногда рассказов а иногда просто сведений о том что как автор считает было а все это перетекает потом вопросы ент по истории и это вызывает отторжение вообще читателя приятного не к неприятии истории как таковой и самое страшное дефрагментация массово исторического сознания фрагментарность мышления это вынуждает читать историю других народу появляется заявление о том что у нас государство не было и прочее это это толкает людей к чтению псевдо истории чтению них и не вообще к неприятию истории как то есть это ниша чем-то заполняется суррогат теми же фейками хорошо большое спасибо я надеюсь что начало положено она будет увидеть свою реализацию мы будем внимательно следить за ситуацией приходите рассказывайте публикуйте на страницах нашего портала ваши взгляды ваши идеи вот и наш портал история казахстана открыт для сотрудничества вот мы готовы отслеживать показывать как идет реализация этой концепции на какой стадии когда мы увидим какие-то проекты книг вот и самое главное наверное это судьба школьных учебников это это судьба нашей молодежи нашего юного поколения которая является нашими многочисленными читателями очень хорошо что вы как директор института историков старства азамат вы как представитель научного сообщества предель принимаете в этом процессе самое активное участие я думаю общими усилиями всего научного исторического сообщества казахстана и наверное при поддержке зарубежных ученых этот процесс будет реализован спасибо спасибо до новых встреч спасибо